В эфире программа «Квадрат» ведущий Дмитрий Синочкин. Сегодняшняя тема «Итоги трех кварталов состояния рынка и прогнозы». Весьма представительная компания. Сегодня гости в студии Сергей Козлов, директор Адвикс Академической. Сергей, добрый день. Добрый день. Ольга Трошева, руководитель консалтингового центра Петербургской недвижимости. Добрый день, Ольга. Добрый день. И Елена Зеликова, фонтанка, конечно, здесь. Добрый день. Итак, ну я полагаю, ключевые циферки у всех на руках. Я просто напомню, в эфире они опубликованы на фонтанке, они опубликованы у нас. Петербург, 9 месяцев, 42 754 договоры долевого участия. Год назад за те же месяцы было 40 392, то есть на 2360 меньше. С хвостиком. Полинобласти, 26 014 договоров, а в прошлом году было 28 181. На 2167 меньше. То есть в городе на 2000 с лишним больше, в области на 2000 с лишним меньше, в среднем по больнице 36,6 ровно. По вторичке небольшой рост отмечен по договорам купли-продажи мены. За вторичку у нас отвечает сегодня Сергей, как опытный игрок вторичного рынка. За 9 месяцев 63 тысячи с хвостиком договоров. Плюс 5, по-моему, процентов рост. Небольшой. С чем-то. Вроде бы, как у нас с вами налицо, вполне консервативная, укрепленная многочисленными скрепами стабильность. Но, если посмотреть динамику, все будет интереснее по кварталу. Прошлый год шел вниз, вниз, вниз. И потом неожиданно бабах такой в четвертом квартале. 17 тысяч сделок. А в этом году плавный рост с самого начала. Квартал за кварталом. Небольшие прибавки, небольшие прибавки, небольшие прибавки. В городе. В области так вокруг 3000 крутилось. Ольга, по вашим данным, что получается на рынке новостроек? Начнем с новостроек. Ну, да. Если говорить о результатах по первичному рынку, который мы регулярно подводим, у нас получается, что этот квартал весьма-весьма хорошие результаты показал. Более 1 миллиона 1,07. То есть лимон такая контрольная цифра продать за квартал? Да, да. Мы высчитываем досконально. И как ни крути, получается, да, вот такая цифра. А в первом-втором сколько было? В первом-втором это несколько меньше была цифра. Сейчас вот точно скажу. Сумма общая за 9 месяцев получилась 2,86. По сути, это на 5% ниже 16-го. Но я думаю, что четвертый он будет по объему 2,86 миллиона квадратных метров. Да, в сделках я сейчас за общую не скажу. Но вот по кварталу было 24,6 тысяч. Мне кажется, почему-то, что сделок у нас будет больше, а метров будет меньше и денег будет меньше. Да, но мы эту же тенденцию наблюдали уже не первый год, когда средняя площадь снижалась. И когда же мы до мышей наконец-то анализируемся? Но на самом деле мы уже все-таки пришли к какому-то последнему году. Она более-менее вот 16-17. Эта цифра все-таки, да, в пригороде одна в городе другая. Мало того, я бы отметила, что в этом году именно отмечаем повышение средней сделки. Площадь и цены. А на это господин Дракон велел заявить. Полностью с вами соглашусь. Однако у нас ведь с вами есть еще и данные по апартам. А в апартах, как говорят нам аналитики, например, Найтфранка, на студии и единичке приходится 48 и 15 процентов. И основа спроса студии площадью до 29 метров. Но студия – это аналог квартиры студии, только в формате апартаментов. То есть минимальный спрос из квартирного рынка, он просто чуть-чуть откочевал сегмент апартаментов. Теперь там берут самые маленькие квартирки по площади. Но это преимущественно город, в области апарта пока не получили такого широкого распространения. Ну, доля-то в спросе-то где-то сейчас, по нашей оценке, она уже более 6-7, ну, к 8 предложили. В Санкт-Петербурге, если только в Санкт-Петербурге. Да, конечно. Смотри, что апартаменты за 5 лет с процента до 8 хороший такой рост. Да, 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 согласен. То есть покупатель адаптировался, и если ему нужно что-то маленькое и гибкое, то он может выбрать апарт. Ну, и в жиле достаточно небольших квартир, и они все равно превалируют. По нашим данным, это сегодня, вот мы когда 17-й смотрели полугодие, это было, ну, и сейчас, в принципе, цифра сильно не изменилась. То есть это порядка 71% студий однокомнатные, и, соответственно, 28 студий и 43, по-моему, однокомнатные. То есть люди вообще рожать не собираются? Вот, ну, Санкт-Петербург и пригород, там перекос, конечно, там тогда и смотреть отдельно, то в пригороде еще больше, несколько выше эта доля. А у меня еще вопрос, Ольга, он не научный, но важный. Вот я на Фонтанку приехал непосредственно с 78-го канала, из Дома радио, и там показывали замечательные ролики, вот эти, ну, как сказать, анимировая варламовские фотографии, спальные наши новые районы с птичьего полета, впечатление, да? Но когда мы считаем с вами сцену сделки, ну, мы говорим про миллион восемьсот, да, единичка минимальная, миллион триста, миллион пятьсот, миллион восемьсот. И мы никогда не прибавляем к этой квартирке стоимость автомобиля. А почему? Там же других вариантов вообще нет. А если двушка, так и две машины нужны, если семья, не дай бог. То есть реальная стоимость выбора вот этого образа жизни не миллион восемьсот, а две пятьсот. Получается. Две триста. Без машины там делать нечего. И как раз там господин Горкавый, руководитель Муринского муниципального поселения, выступал и говорил радостно о том, что там сто тысяч будет. Мы как посчитали с Герасимовым, тридцать тысяч машин как хлоп в Мурино на этот прокол насядут, одномоментно выезжая в город и въезжая оттуда. Вот это будет весело. То есть перспективы жизни в спальных районах пока что... Ну, дело в том, что разница в метрике такая существенная, потому что если мы среднюю берем, вот мы стопроцентную именно смотрели цену, это 99 в Санкт-Петербурге и 62 приведена к стопроцентам цена. То есть это больше 30 тысяч с метра, да, разница пригорода и города. Если по бюджету понятно, что сравниваем бюджеты, то тоже есть у нас сегодня на окраинах города предложение сопоставимости между Мурино. Новая Охта. Ну, Уславянка. Уславянка, например, да. Рыбацкая. Ну, оттуда тоже добираться, да, то есть это не сказать, что это у метро или еще что-то, это сопоставим сегодня Мурино или Уславянка, но все равно ехать надо, да, там до определенного, ну, выбраться надо оттуда. Сегодня в телевизоре была неожиданная, но блестящая реплика, ну, ушел разговор о том, как все плохо устроено у Мурино и как там нет детских садиков и прочего, с чем господин Гаркова не соглашался. Позвонила барышня из Невского района, говорит, мы 30 лет ждем тут садика, поликлиники, чего-то еще. Я думаю, что это ситуация не только, да, просто они говорят, потому что там действительно активный достаточно объем предложения большой, да, и сегодня мы это видим, как выросло, да, на глазах большой объем. На самом деле и в городских, и застроенных территориях ближе, да, есть такие проблемы, есть проблемы пятилетней давности кварталов, там и десятилетней давности, где не возведены, и теперь уже по нормативам туда не посадить, да, школы и так далее, да. Да, конечно. То есть, я думаю, что вот сегодня тоже была на мероприятии, где это обсуждали. Еще две цифры, на которые я хотел бы обратить внимание, которые я хотел бы обсудить. Значит, у нас с вами выросла первичка на 5,8, вторичка тоже подросла на 8, по-моему, процентов, не напомните цифры? Да, на 8 процентов. А ипотека выросла на 15 с хвостиком, это раз. То есть ипотека растет быстрее, чем рынок в целом. Добавить можно? Или я ошибаюсь? Там есть, я так понимаю, были недавно тоже мероприятия совместно с банками, а как мы поняли, они в статистику включают рефинансирование, и это попадает туда, да? А, то есть все-таки не такой. То есть кто-то там из банков называл, вычленял, а кто-то общую картину называл прироста, и, ну, там сейчас все-таки достаточно активно тоже. Тогда у меня к вам предложение, давайте залезем все-таки в методику ЦБ, и по ЦБ попробуем посмотреть, что там на самом деле, первичные закредиты или это действительно перекредитование. Да, да, в этот раз, да, посмотрите. Потому что, конечно, темпы, которыми население влезает в долги, меня, например, немножко начинают пугать, тревожить. Вы знаете, ну, сейчас она пока вот достигла по нашей посредней картине, да, 63%, да, 57% в прошлом году, 63%, да, сейчас. Ну, я думаю, плюс-минус, да, в пригороде она чуть больше. Так, по застройщикам, если пойти, у кого-то картина это 70%, у кого-то это 45% еще пока, да, то есть она может еще в рамках определенных процентов, конечно, в другое время двигаться. Если позволите, еще один вопросик. По данному Росресту сейчас каждая шестая сделка на первичке, это сделка уступки, переуступки. О чем, да, о чем это вот по-вашему говорит? Можно ли считать это долей инвесторов? Но, безусловно, да, уступка это еще объект не введен, да, то есть и идет реализация этих квартир. Это, безусловно, часть тех, кто вкладывал деньги и рассчитывал на то, что, да, он реализует ее вот именно в таком сценарии на этапе, да, еще как бы не введенного дома. Ну, часть какие-то обстоятельства, безусловно, есть какая-то часть. Ну, будем считать, что да, картина, она говорит о том, кто вкладывал, сохранял деньги. У нас же был большой пик, это в 2014 году, те, кто вкладывал, сейчас у нас в 2017. Те, кто уже 5 телевизоров не покупал, а покупал третью квартиру. Ну, как раз, по сути, это мы 2,5-3 года, да, те, кто на старте, да, вложился, да, эти сбережения, у нас там миллион прироста, если вспомнить, это было 5 с небольшим, вместо там 4 стабильных, которые у нас уже с 2013 года. И вот эти 14% сейчас как раз и выставляют квартиру во вторичную продажу по договору цессии и тем самым сдерживают застройщика, который не может даже на последнем этапе наращивать цены, потому что у него не купят. Обоюдная ситуация влияет друг на друга, где и застройщик планомерно выводит объемы в больших проектах, и есть желающие реализовать, то есть такое влияние цены, да, идет, то есть есть пакетная квартира от застройщика, есть квартира уступки, да, вот физлиц, поэтому здесь сейчас каждый друг на друга оглядывается, особо где это большой объем. Сергей, а на кого смотрит вторичный рынок? Прикидывает по новостройкам или какие-то другие закономерности? Как формируется цена? Ну, на вторичном рынке, как бы я тогда разделил бы первый момент, первый сегмент, это новая вторичка, то есть вторичка, построенная в новых домах, там, ну, 2, 3, 5, 7 лет, да, 10 может быть, да, она в каких-то доступах или ориентируется все-таки на новостройки, потому что, ну, если, допустим, в качестве примера возьмем район Академический, да, новый дом на Обручевых, цены на уровне котлована 4,800, рядом в Орбите готовые квартиры 5,500, да, то есть можно купить с ремонтом, со всем прочим, да, но других квартир, которые там есть, нет, да, и, соответственно... Согласны ли вы за 800 тысяч подождать пароли? Я бы согласился. Ну, достроить, не достроить тоже вопрос. Это да. Согласны ли вы подпрыгивать и нервничать? Отремонтировать? Да. Ну, здесь надо еще посчитать, если человек живет, ну, вряд ли, конечно, приобретать. В аренду или еще что-то. Да, в аренду или еще что-то. То есть ориентир есть. По сегменту, скажем так, Хрущева, кораблей, то есть тут больше ориентируется на спрос, есть звонки или нет, да, потому что это, ну, такой низший класс эконом-сегмента, и за последний год цены на него чуть снизились. И будут снижаться? Ну, я бы сказал, что они, наверное, снизились в районе, там, 4-7% за год, не столь значительно, как, допустим, в Москве. С точки зрения, ну, учитывая все-таки инфляцию, увеличение спроса и все-таки выгодную локацию, потому что, допустим, если сейчас взять северные районы города, допустим, от Северного до Суздальского, там один или два новых проекта, больше там строится нигде. А Каменка всякая? Каменка – это Приморский район, это немножко другая область, да, я рассмотрю, как бы, от Озерков до, условно, Руставыли. Там один-два объекта, которые строятся, все. То есть, либо самые дешевые объекты, вот, либо студии в Девяткино, либо Брежневке, там, академическая гражданка, там, или корабли. То есть, я не думаю, они, понимаете, как бы на рынке сложилось так, что есть квартиры, как мы называем, бабушкины варианты, которые требуют ремонта, и есть квартиры уже отремонтированные. Разница, допустим, в кораблях может достигать 500, 700, 800 тысяч на однотипное жилье, да, и каждый выбирает, либо покупать, допустим, в Мурино, либо чуть доплатив, купить, допустим, старое жилье, но отремонтированное. Тем более, вот, чисто был психологический момент по ипотеке, да, 10%, когда ставки начали давать, и увеличение, вот, на 15-16%, то, что вы говорили, и по статистике заключения договоров купли-продажи, если мы возьмем не за 9 месяцев, а за последние 3 месяца, то по статистике получается, что первые полгода прирост договоров купли-продажи был 3,4%, а третий квартал 17% прироста сделок по вторичке. 18% по первичке. Да, договоров купли-продажи. При этом я сделал еще анализ первых двух недель октября по статистике компании, у нас где-то, ну, у нас получился прирост 25%. То есть, и по прогнозам я считаю, что, я ожидаю 27 октября... Это уже сродни превращению воды в вино в Кане Галилейской. Ну, я ожидаю 27 октября заседание Центробанка, будет ли очередное понижение ставки. И, на самом деле, 9-9,5-10% ипотека, когда можно взять там 1-1,5 миллиона и платить 13-14 тысяч в месяц, комфортный уровень, комфортный уровень, учитывая инфляцию через 5-10 лет, что будет стоить 15 тысяч. То есть, в принципе, очень выгодно. Помню недавно, что она была, чуть ли не 18 лет, потом попал вниз. Да, откуда у этих людей столько денег? Это вот вопрос, который каждый квартал себе задает. Вот вопрос-то, ипотека у нас достаточная доля, да? Я, может, просто добавлю, что у нас же все равно доля альтернативных сделок остается. Поменять 1-комнатную на 2-комнатную условно миллион, 2-комнатную на 3-комнатную 2 миллиона. Трейт-ин популярен у застройщиков? По-моему, я так читаю релизы и новости. Каждые месяца 2 новые и новые фирмы включаются в эту игру. И это тоже является... То есть, первичный рынок и новостроек, они большими такими уже сегментами пересекаются, да? Он либо продается вторичка, потом выбирается новостройка, либо застройщик бронирует и продает вторичку. То есть, он в двух направлениях развивается. Тестики, договора долевого участия, которые уступают, да, как уступают права, они с дисконтом каким-то или как они... По договору цессии дороже или дешевле? Ну, безусловно, задача, да, есть ряд предложений, которые сравним с ценами сегодня того же застройщика в этом же объекте, да, там, ну, в очереди, которые там... То есть, ну, в общем, конечно, есть дисконт небольшой. По отношению к официальному уровню продажи. Вилка есть вообще в целом по предложению, потому что понятно, что это физлица, кто-то хочет продать это быстро и, понятно, делает дисконт более значительно. А вот раньше были шалости такие, что без согласия застройщика нельзя было подписать договор цессии, а застройщик хотел 100 тысяч за это. Это вот война закончилась? Осталось. Осталось? Наверное, что-то есть, да. Если договор выплачен полностью, то, в принципе, согласие застройщика не требуется. Но для полного спокойствия через него оформляют. Да, ну, понятно, понятно. Давайте перейдем на другой горизонт, попробуем посмотреть на все это с высоты птичьего полета, как в Орламов-Намурино, например. Недавно была большая такая интересная... Небольшая, скорее бы, небольшая, но интересная статья о ведомостях декана Европейского университета Булунова Максима о том, что прокат съест владение. О том, что экономика услуг, она начинает потихоньку отъедать все большие куски у экономики собственности. Потому что человеку не нужны и дорогие горные лыжи на круглый год, ему достаточно взять на прокат на курорте. И транспорт ему не всегда нужен туда, там, где он приехал, он в аренду его возьмет. И то, что, любимый мой пример, то, что в развитых экономиках доля аренды выше, чем в странах с традиционной экономикой второго-третьего мира. Ну, мой любимый пример — это 95% собственности в Румынии и 50% во Франции, где 40% во Франции и 50% в Германии. У нас 85%. Мы ближе к Румынии, чем Германии и Франции. Тот сценарий, о котором вы говорите, да, это выгодно. Небольшой платеж, квартирка, к которой это теперь пожизненно привязано, и к локации это тоже пожизненно привязано. 25 лет — такой срок, что длиннее и хуже могилы по-бродскому. — Мне вот кажется, что здесь есть некие психологические моменты. Во-первых, стоимость аренды какая она. Вот сейчас, если сравнить с ипотекой, зачастую что толкает тех, кто снимает и переходит к покупке жилья? А сегодня в тех же локациях пригорода можно уже готовое купить и тоже взять кредит, и он будет соразмерен. Сумма платежа там, аренде в готовом, да, жилья проживая. Вот это вот взвешивание этих вопросов, ну, это будет собственность, да. Я плачу не аренду, да, там, отдаю деньги, и они все уходят, а я плачу за свое, да. Многих толкает к вопросу решения приобретения. Если идти к этой теме, да, сегодня просто, опять же, вот эта тема затрагилась, я уже слышала эту позицию от представителей там европейских, опять же, да, там, институтов, что вот в Европе так, ну, у нас вот так. Но мне кажется, тогда первое, что это вопрос стоимости этой аренды, да, то есть она должна в разы в том числе. — Не первое, сейчас секунду, Сергей. — Ну и плюс сам фонд, да. — Я понимаю, я понимаю, о чем мы говорим. В начале, в конце 80-х мне пришлось, я жил на Северном проспекте, а работал на Журском заводе, где я тебе жалец. Ну, те, кто знают город, те представляют маршрут, да, от Северного проспекта до метро, на метро из одного конца города в другой, и от метро, от Звездной еще на автобусе докуплено. Два часа туда, два часа обратно, четыре часа в день. Никто мне эти четыре часа не вернет никогда. Это стоимость аренды? Вот какого лешего было не арендовать там же, да, в голову не приходило? — При условии наличия этого предложения. — Я снимал на Северном. Выгодно достаточно, но снимал. Почему я не снимал в Копино, я не знаю до сих пор. Вот не было этого переключателя в голове. Приехать поближе к работе, поменять работу, потому что она лучше. Вся династия у тебя всю жизнь работала на Адмиралтейских Европях, а ты вдруг пошел и сдался Симонсу. Что же такое-то? — Сергей? — Я бы два момента. В Москве я знаю знакомые, которые так и делают. Сдают свою квартиру на юге и арендуют на Севере. Здесь я бы назвал два фактора, на мой взгляд. Первый — это менталитет. Это все-таки мое и свое. И второе — у нас никак не регламентированы арендные отношения. Вас в любой момент могут попросить с арендной квартиры разбираться, как с одной стороны, так и с другой. — Да я ему в момент ручки могу отвинтить. — Ну, это тоже, да, существует как бы, ну, такое определенное опасение. Третье, в принципе, да, с чем борется наше государство, это с тем, что население не платит налоги. Соответственно, если население не платит налоги, то нет пенсии, на которой они живут. — Как они тратят, так мы и платим. — Да, и, соответственно, зачастую эти квартиры, которые покупают, это покупают на пенсию, чтобы на пенсии их сдавать, получать доход. И таких достаточно людей. — Ну, соглашусь и с первым, и с вторым, и с третьим пунктом. Все правильно. Вопрос в том, помните, как произошла подмена очень мягкая и хитрая в 2005-2006-2008 году? Сначала говорили о программе «Доступное жилье», а потом вдруг о доступной ипотеке, что совершенно не одно и то же. А теперь вдруг снова заговорили о доступной аренде. Под каким соусом я же кардосно скупил апартаменты на Арбате на 11 плярках, да? Здорово. Государство действительно заинтересовано в развитии рынка цивилизованной аренды, в мобильности населения, в том, чтобы люди из депрессивных сланцев там поехали в прогрессивный Тихвин, например, да? На вагоностроительный завод. Не едут ведь ни черта. Ничем, кроме как льготной ипотекой туда не заманить. Или это очередная такая фишка, вывеска европейского образца, под которой нет реального содержания. — Ну, то, что вы рассказывали, больше напоминается, как в Советском Союзе были общежития при заводах, да? И то же самое апартаменты, по сути дела. Да, уже апартаменты не строят ни в Тихвине, ни в сланцах, ни в каких-то городских, и строят в Москве, в Санкт-Петербурге. По одной простой причине. Нет отчислений на инфраструктуру, то есть они обходятся застройщику дешевле. Соответственно, их можно продать. Как на них только навешивают инфраструктуру, их, в принципе, в какой-то мере будет невыгодно строить. И те же апартаменты же можно разделить на две части. Первая — это, по сути дела, жилые комплексы. А вторая — это именно апарты как гостиницы, которые профессионально управляющая компания делает. И там можно, а, делать как бизнес, на этом зарабатывать, либо, соответственно, самому жить. Давайте возьмем ключевые объекты. Это комплекс ЕС на Хошимина и комплекс Салют на Пулковском. И там, и там в продажах наблюдается совершенно четкая закономерность. Если сначала еще кто-то покупает, чтобы как бы жить, то на более поздних стадиях 80% покупателей покупают, чтобы сдавать. Цивилизованным образом, через регистрацию ИПшки, с понятным налогом, там, 6% или в какой-то процент дохода. Ну, понятно. И к этому же самому, вот, выезжая в эти замечательные кварталы Новая Девяткина, Янина, Кудрова, Мурина, с преобладанием студии особенно, вы представляете себе, что человек покупает вот это вот жилье в длительной жизненной стратегии, чтобы здесь у него было родовое гнездо? Вот на этих 26 квадратных метрах. Ну, так изначально нет, не стоит такого. Изначально нет. Так в апартаментах изначально нет. Это не единственное. А от чего, что привязано 25-летним кредитом, вот к этой вот временной халабуде, которая, ну, этап какой-то. А порог-то в ценовой входа-то разный. Мы сравнили апартаменты в городе. А тогда мы снимаем разговор о разнице между ипотечным кредитом и арендой. Я плачу за аренду столько же. Не за свое, не потому, что мне не нужна собственность, а потому, что я хочу быть легким. А потому, что я хочу завтра поехать в Косноярск работать. Прямо предложение поступило. Москва совершенно замечательно. Ровно вашими словами, Сергей, ответил мне один из девелоперов. Мы как раз обсуждали ограниченность наших форматов. Ну, понятно, откуда взялась священная собственность. Если долго жить в коммуналке, да, у тебя в голове возникнет такой перекос. Ровно так же, если жить в общежитии достаточно долго. Хоть при заводе, хоть при университете. У нас достаточно такого. Совершенно верно. Именно поэтому Петербург столица студий. Именно поэтому. Маленькое, но свое. Никому не отдам. Пошли все, да. Вот. И он тоже привел пример Москвы. В Москве гораздо легче и проще. Москва быстрее принимает такие решения. Сдал свою там, где неудобно, снял другую чуть побольше. Там, где удобно. Нормально. Наверное, изначально территориально это, да. Ты переезжаешь из одного края, это просто нереальное движение. На что мы пришли к общему выводу? Если бы у нас была такая занятость с транспортом, мы бы тоже пришли к этому варианту. Я думаю, что... Если бы у нас в Северно-Юг было категорически за 4 часа не добраться, у нас тоже бы эти перекрестные обмены практиковались гораздо активнее. Так ведь? Ну, сейчас же из Девяткина в Купчино, в принципе, наверное, за час можно добраться. По Кольцевой. Даже на метро. Будет переориентироваться на апартаменты скорее. Я бы на самом деле думал, что пора уже на двух-трехкомнатные квартиры переориентироваться. Директивным порядком? Запретить строить студии? Были такие предложения у нас? Это надо, в первую очередь, покупателю сказать, чтобы переориентироваться. Нет, вопрос уже стоит очень... Хочется, сначала денег надо дать. Да, да. Вопрос стоит, на мой взгляд, студии еще много. Покупают в основном либо одинокие, либо молодые пары. Следующий идет, соответственно, пополнение семейства и вопрос о переезде в двухкомнатные. Давайте я воспроизведу очень несложную логику. Недавно была конференция «Конфидента», Петр Кузнецов говорил. Мы с ним беседовали до конференции. Он говорил о том, что человек, у которого хорошая инженерная система, чистый воздух в квартире, чистая вода и достаточно просторы и высокие потолки, он иначе себя чувствует, иначе ведет, он вообще гражданские более ответственные. И хорошо бы государству датировать там хотя бы те же процентные ставки банков, чтобы человек покупал двух-трехкомнатную квартиру в приличном месте с хорошими параметрами. Я говорю, вот государство будет само себя на голову воспитывать общественно активного человека. Вот ему это 10 раз надо. Гораздо проще иметь дело с обитателями условного Бирюлева, конечно, куда удобнее, которые все по уши в кредитах. Есть ли у нас такое понимание, куда движется город, куда движется рынок? Мы за кадром, когда начинали сегодняшнее обсуждение, пришли к выводу, что рынок наш необычайно живуч, ну, как просторечье, ломом не убьешь или как плавать в серной кислоте. Потому что, несмотря ни на какие директивные меры, он жив и жив, хотя, если честно, дороже. Ольга, куда движется рынок? Какие форматы будут востребованы? И можно ли нам рассчитывать ориентироваться на европейскую практику? Недорогой даунтаун, дорогие пригороды, комфортные. Или этого не будет никогда на нашей планете? Пока, я думаю, если мы смотрим все-таки, я не люблю вот эти долгие периоды. Если мы смотрим ближайшую среднесрочную перспективу, я думаю, каких-то кардинальных изменений не будет. Инерционный сценарий. Да, поэтому говорить о том, что что-то кардинально изменится, не приходится. Если говорить о доле, о том движении в более просторные квартиры. Единственное, что отмечаем, что да, сейчас как вариант это евроформаты. То есть перемещение, решение в одной площади, но функциональность застройщики над этим работают. И многие сейчас об этом говорят, включают. И в спросе мы видим активность на этот формат. Но студии, например, по 2017 году специально посмотрели, сколько их было выведено. Их было выведено ровно практически столько по проценту. То есть в новых объектах 29, а спрос 28 составил. Конечно, где-то в локациях есть перекосы, безусловно. То есть треть предложения студии. Ну, среднее, да. Вот это выведено в 2017, и в принципе спрос, он ровно повторил эту структуру. То есть сказать, что у нас застройщик не реагирует, не видит. Потому что большинство это комплексные проекты, где работают крупные застройщики. Нет, как раз у нас застройщики реагируют хорошо. Реагируют, да. И это управляемая очень ситуация. Как только будет реакция и смещение спроса, так сразу же это отобразится в квартирографиях. Безусловно, будет там больше метражей. Мы, например, отслеживаем это, если мы знаем, на определенной территории у нас, например, студии, они в меньшей степени, да, например, ну, в силу каких-то обстоятельств, естественно, там включаются вот эти евроформаты небольшие, однокомнатные. Но, тем не менее, это все равно в массовом сегменте основа сегодня, да, двух-трехкомнатные, они... Мы ровно посмотрели пятилетку, чисто емкость в единицах, цифра одинаковая. То есть вот две-трехкомнатные квартиры, как продавалось столько, столько и продается. То есть прироста нет по ним. А откуда возятся приросты? Да, то есть говорить о том, что... Ольга, вы согласны с оценкой некоторых девелоперов? Я в недавних публикациях отмечал, что в новых кварталах на бывших сельских территориях население более молодое, более экономически активное, чем, например, в старых кварталах массовой застройки. Ну, это в любом случае все новые кварталы, это более молодое население. Опять же, формат этих квартир, которые сейчас реализуются, еще и моложе шаг был в последние годы, да, то есть те же условия, позволяющие... Означает ли это, что не хватит энергии и настойчивости преобразовать вот эту неблагоприятную среду под себя? Или все равно они упрутся в муниципальный и областной уровень, и на этом все затихнет? Ну, в любом случае, если даже они активны, они упираются в это другое, сколько в это биться, да, и настойчивость в этом вопросе, как мы видим по ряду локаций, где это более активно, то хотя бы какие-то там действия, движения, по крайней мере, отчитываются регулярно. Я живу, например, в московском районе, знаю ситуацию, да, у нас очень активная группа, это постоянно какие-то, да, какие-то ситуации решаются, да, не знаю, что там вымурено, но тем не менее, как бы, я думаю, что всегда будет эта категория, которая будет собирать вокруг себя, ну, в меньшей степени, в большей... Я думаю, всех беспокоит это, но молодежь, сложно мне сказать сейчас, наверное, в общем, как ситуация в таких локациях, потому что она сейчас зарождается, да, но смотрели мы, насколько инфраструктура сейчас, вот, да, соответствует это вот на начальных этапах в этих популярных локациях Мурина, ну, Кудрово сейчас находится на более, да, там уже... А там вот Каменка, все эти, они находятся вот только-только, да, сейчас вот первые... То есть непонятно, как сложится жизнь. Пока еще, да, то есть застройщик, понятно, картина, все же все равно покупатели ориентируются на то, как в перспективе это все обещают, да, но мы же знаем, на что сейчас завязывается. Вы знаете, я когда пытался представить себе, как будет формироваться образ жизни в этих новых спальниках, ну, года через три, четыре, через пять, понятно, что федеральная финансирование все равно отстанет, а дорожная ситуация не развяжется, да и даже наличие дорог не решит, потому что 30 тысяч авто парализует любой трасс. Мне очень интересны такие, там, развития, например, клубов мотоспорта с байкерами, которым дороги не нужны, по определению. Они могут по полям. Дельта-планеризм, особенно мото-дельта-планеризм. Труба Илона Маска, соединяющая, экспериментальная хотя бы, да, на стадии эксперимента. Что-то такое. И какие-то неведомые пока для нас с вами способы организации социума. Коворкинги, каливинги, удаленка, вот все эти вещи. Не знаю. Очень интересно будет понаблюдать, очень интересно будет разговаривать с теми, кто постоянно. Сергей, вы ощущаете ли по вторичному рынку какой-то спрос на новые форматы? Запрос клиентский, на который пока нет адекватного ответа со стороны рынка. Ну вот мы фиксируем падение спроса на коммуналке, на комнаты. Месяц за месяц, меньше-меньше. Не просто по статистике. Ну спрос на коммуналке, понятно, что студии их меняют. И для многих, допустим, студия в Мурино или в Кудрово, либо даже в Янино, лучше, чем комната в коммуналке. Даже и на Маховой. Да, с другой стороны, те запросы, скажем так, большинство запросов иногородних, они идут либо на новостройки, либо на новую вторичку. А много этих иногородних-то? Ну, достаточно. Ну, по нашим данным, это процентов 30. Ну, мы смотрим регулярно статистику динамику роста населения, да? Я бы сказал... От цифры, заложенной геймплани, она отстает, хотя, в принципе, прирост есть. Там 30-40 тысяч. Ну, вот те запросы, которые идут, и те, которые поступают от партнеров, то есть, либо стандартные новостройки со сроком сдачи в год, да, либо уже готовое новое жилье не старше, там, 5-7 лет. Ну, понятно, Сергей, ну, люди, которые приезжают жить в Петербург, их примерно столько же, сколько ежегодно уезжает из Петербурга в Ленобласть, там, начинает там регистрироваться. Ну, примерно так должно быть, если у нас там... Ну, региональные покупатели, они тоже разные, и деньги у них разные, да, они тоже также могут съездить Мурино, Кудрово, посмотреть и плюс-минус... Ну, понятно, просто в Петербург не только приток, а ток тоже есть. И сегодняшняя тема, я еще расскажу, что, на мой взгляд, совершенно очевидна связь между формированием новых, достаточно непривлекательных спальников и позицией, ограничительной по отношению к историческому центру и охранным статусам ЮНЕСКО. Связь прямая. Если мы здесь ничего не делать не даем, у нас по окраинам вылезают пузыри земли, строго по Шекспиру. Просто эта связь не была видна, да, казалось, что мы здесь все сохраним так замечательно. А так, жилищный вопрос как-нибудь рассосется. Если у нас в черте города нельзя строить выше, там, 40 метров, значит, у нас будет 27 этажей тут же за дорогой, сразу же, никуда не деться. Ваш прогноз по ценам, наверное, то, что сильнее всего интересует слушателей. Цены до конца года стабильно будут. Стабильно в пределах инфляции плюс или минус? Давайте еще раз переформулирую вопрос. Нам Репченко, Олег, по Москве напророчил минус 10-15% каждый год, вплоть до 20-го. Для Петербурга это не работает? Не работает. Не работает. Почему? У нас же предложение еще больше. Ну, давайте вспомним, какая разница у нас там между Москвой и Санкт-Петербургом. Санкт-Петербург 99, да, это стопроцентная цена, да, и Москва, да, о чем речь. 150, допустим, в Москве есть уже 99, но не массовая. Ну, понятно, Новая Москва, да, там и так далее. Да, у них Новая Москва появилась на 7 лет позже нашего Нового Морина и Кудрова. Единственное, в чем мы опережаем, да, сомнительное первое. В общем, у нас по 9 месяцам вообще цена не изменилась, да, в массовом сегменте в Санкт-Петербурге, ну и в пригороде чуть-чуть там. То есть вы считаете спрос-предложение соответствует друг другу? Пузыря нет. Сейчас по цене все достаточно, как бы, устаканилось, будем говорить, да, так, снижаться ниже, если мы говорим и по бюджетам, линейка достаточно широкая у нас сегодня представлена. То есть есть застройщики, работающие в низкой ценовой нише, есть в комфорте, то есть и эти цифры сегодня устоялись. То, что там большие застройщики показывают рост спроса в массовом сегменте и падение спроса в бизнесе и в элитке, ну, ЛСР отчитался в таких параметрах. Ну, это уже по результатам, я сейчас не говорю, не посмотрела бизнес-элиту, результаты общие, вот, они положительные, да, надо будет смотреть отдельно. Общие, положительные за счет массовки. У меня был замечательный заголовок, ЛСР выезжает на бедных, но на сайт мы ставить не стали. Тоже достаточно там, такая, как бы, емкость его, она тоже сильно не менялась в последнее время. Сергей, ваше предположение по ценам вторичного рынка. Стоит ли ждать, не торопиться с покупкой, рассчитывая, что еще что-нибудь снизится где-нибудь? Ну, я думаю, что было летом проседание небольшое по новой вторичке, сезонное, да, сейчас, на мой взгляд, она вернулась на весенний уровень, да, и я, честно говоря, судя по тому спросу, который есть, не вижу пока тенденции к понижению. То есть, скорее всего, либо те цены, которые есть, да, либо чуть выше. Ну, 1-2, это как бы процент, это погрешность 100-200-300 тысяч. По эконом-сегменту, да, опять же, от состояния, от умений там торговаться, все прочее, как наиболее дешевое жилье, его единственное сдерживают, это, допустим, те же цены студии или однокомнатных в Мурино, в Девяткино, да. Поэтому там, возможно, небольшое снижение, там, 2-3-4 процента, но, опять же, это вот как погрешность, скажем, чем как правило. То есть, ориентироваться на это как на закономерность не стоит? Да, тем более. Как раз то, что вам необходимо, окажется вдруг дороже, чем вы рассчитывали первоначально. Так оно обычно и бывает. Возможно. Как раз вы можете описать разницу по ценам? Не между, например, небольшой студией, да, допустим, Мурино, и, примерно, такой же площадью Хрущевкой в одном из довольно привлекательных районов. Ну, меня, может, Ольга, поправит, то есть, однокомнатная студия примерно в Мурино, в Готовом, на вторичном рынке, наверное, сейчас где-то 2-2-300, ну, плюс-минус, в зависимости. От миллионов, в зависимости. Да, да, допустим, если брать не Мурино, а брать Конец Ветеранов, готовый уже вторичка, там они где-то 2-300, 2-400, 2-500, сейчас идут 24 метра, да. Если, соответственно, брать такую же Хрущевку в той же Сосновой Поляне, но рядом через... Там есть вообще однокомнатная Хрущевка? Есть. По-моему, их очень немного. Я комнаты не уточняла. Там есть тучечные Хрущевки, там есть однокомнатные, они как раз где-то 24-27 метров. И почем? Ну, я, честно говоря, аналитику не знаю, но предполагаю, что они где-то в районе этих же студий будут. Просто их сопоставимы. Их очень мало, они больше как бы располагаются, если брать тот район, район Ленинского Ветеранов, недалеко от метро. То есть брать новое далеко от метро, либо брать старое, но рядом с метро в пешей доступности. Ценник, в принципе, один и тот же. Мы недавно просто буквально про сделку говорили, на ополчение, вот, да, самый край, вот, 2-300 однокомнатных. Да. То есть, ну, а вы бы что-то предпочитали. Я говорю не раз повторю еще раз, я не собственник, я не владелец. Вы знаете как, вы любите эклер с заварным кремом или с классическим, со сливочным? Мне очень близка идея, которую я несколько раз высказывал за последнее время, то, что для того, чтобы сейчас выживать, девелоперам необходимо ориентироваться на следующее поколение покупателей. А эти смешные ребята, во-первых, не склонны образделять собственность, а во-вторых, им не столько важно собственное пространство. То есть, вот, гостиная в 500 мерах вообще уже не разумна, что не перед кем хвастаться. А вот небольшое жилое пространство и очень развитая прилегающая инфраструктура вокруг. Наверное, стоило бы выбрать хрущевку, вот, на мой взгляд. В хрущевке нет инфраструктуры, потому что из-за низкой плотности туда не идет коммерция. Метро — это не инфраструктура. Инфраструктура — это то, что рядом, понимаете? Понимаете, в европейских городах, на которые мы любим ссылаться, все это находится в ближайших кварталах. Ну, если мы берем хрущевку, Ленинский, там, 127-129, вторая линия вдоль Ленинского проспекта, инфраструктуры там хватает, да? То есть, это, опять же, выборочный. Там и цена, наверное, другая. Ну, чуть хорошая, наверное. Наверное, вот, понимаете, мы буквально, ну, сколько, несколько лет как шагнули за порог квартиры. Помните замечательные элитные квартиры, когда в совершенно разваленном доме такая бонбоньерка внутри? То есть, сверху стояк прогнивший, снизу прогнивший, а внутри евроремонт в отдельно взятой квартире. Потом потихонечку подъезд, потом начали заниматься дворами, потом шлагбаумы появились, потом прилегающие кварталы как-то заинтересовали, потом перестали принимать в эксплуатацию без каких-то определенных социальных объектов, потому что интерес покупателя, он выходит за рамки. И я надеюсь, что это совпадет, когда и застройщики, и аналитики будут уделять внимание ближайшей инфраструктуре, а покупатели начнут предъявлять претензии не только застройщику, но и местным властям и следующим ступенькам властей, от которых это, по идее, должно зависеть. Но я согласен полностью с оценками Оли и Сергея. Никаких потрясений нас в ближайшее время не ожидает, да и вообще до выборов потрясений не предполагается ни к чему это все, да? Елена, согласна? Вот на этой успокоительной ноте с претензией на некоторый рост мы и заканчиваем сегодняшнюю программу без всяких скандалов в качестве исключения. Спасибо, в эфире была программа «Квадрат» Елена Зеликова, Ольга Трошева, Сергей Козлов.